В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте. Традиционно раз в месяц мы встречаемся в этой студии с депутатом Петром Смирновым, чтобы обсудить самые яркие, на наш взгляд, городские события. Петр, привет. Здравствуй, Лида. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проблема гораздо глубже, да, такая интересная фраза, потому что действительно было глубоко местами. Во-первых, давайте начнем с главного. У нас есть плотина, ну, все знают, где она находится. Значит, плотина регулирует уровень воды в пруду. То есть это запруда, сделанная на реке Сатис. Я об этом давно говорил. Хотите посмотреть на то, как выглядит Сатис, ездите в поселок Нижний Сатис, где Сатис впадает в Мокшу. Вот. То есть там вот истинный уровень Сатиса вы можете представить себе, да. То есть если бы не было плотина, он был бы таким. То есть там три метра шириной пешком перейти. Ну, чтобы образом вам было понятно. Поэтому когда вот есть некоторые комментаторы, которые пишут, что угробили реку, нет. Нет. Реку нужно регулировать, да. Это искусственный водоем, и им нужно управлять. То есть у него не бывает два положения, открыто и закрыто, да. Это должно быть... Плавно вот так вот. Да, это должно быть регулирование в нужных отметках. В зависимости от количества осадков, да. От снега, от тайны. От времени года. Это называется подпитка. То есть и вот мы говорим о том, что прошлый год мы помним, да, когда спустили реку на минимальный уровень, по сути, уронили лед на землю. Вот. Потом этот лед сошел и продолжали держать минимальный уровень. Это в отметках Балтийского моря, да, измеряется. Это 118,5 метров. Ну, над уровнем моря. Это такая отметка считается. Произошло неконтролируемый поток, значит, сильного течения, который, по сути, размыл основание Габиона на Саровке, да, на левом берегу. И он обрушился. Ну, все мы это помним. Потом, конечно, Саровинвест восстановил это благоустройство, укрепил там берег и так далее, да. В этом году ситуация повторилась, но не сразу. То есть первый паводок случился, как ты помнишь, подтопило район хлебозавода. Вот. То есть это от дамбы на Боровом до моста на Железнодорожный. Вот этот отрезок, он сильно разлился. Даже перекрыли дорогу, да, вот там как-то, старую грузинскую, она как-то так называется. Ее перекрыли. Конечно, вода там не вышла сильно на дорогу, но перекрывали, ну, так сказать, чтобы исключить какие-то чрезвычайные пришествия. Так вот, оказалось, когда померили, да, пропускную способность моста, мост держит воду. То есть вот арка моста на Железнодорожной улице, она не пропускала тот поток, который шел, расход, который происходил с дамбы Борового. То есть ты не регулируешь уровень на Боровом, у него есть, условно говоря, максимальный расход воды, да, то есть вода, которая упала в чашу, она вышла, и она считается, потому что у нее есть, ну, пропускная способность, будем говорить так, да, и она не соответствует пропускной способности моста. И вот именно на этом участке произошло подтопление. Которого нельзя было избежать. Ну, по идее, нужно почистить русло саровки на этом участке, дабы, ну, она бы вмещала, как чаша, больше воды, да, и не выходила она там, допустим, в СНТ и в хлебозавод. Ну, это прямо какая-то комплексная программа, то есть конкретно этой весной избежать вот этого разлива было невозможно. Да, но при этом уровень самого пруда держался на нормальном уровне по нижней отметке габиона, как, собственно говоря, предписывает режим его эксплуатации. Вот как только случилось подтопление хлебозавода, сделали что? Правильно, спустили пруд. То есть открыли оба шлюза, спустили реку ниже по течению, вот. Собственно говоря, опять создали предпосылки к быстрому течению в Саровке, и оно действительно там было, да, опять началось размытие берегов. Но хуже того, что началось уже не просто размытие берегов, а размытие стенки подпорной под мостом на Музруково через Саровку. Ну, у нас очень много мостов, как оказалось, на самом деле. То есть вот есть мост через Музруково, который напротив Красного дома. Почти как в Питере, да, мы тут живем? Да, и следом за ним мост через Саровку автомобильный. Вот если просто сравнить две фотографии 17-го года и 23-го, да, то видно, как бетонные плиты под мостом обрушились. Там есть две трубы, которые несут как опоры на себе конструкции под коммуникациями. Там трубы проложены вдоль моста. Вот на одной фотографии видно, как бетонная плита на ней нормально держится, и под ней, видимо, что-то есть, да. На второй фотографии видно, как вот эта труба стоит, на ней остался кусок плиты треугольный, а сама плита вся лежит на метр ниже уже. То есть, по сути, основание вымыло, да, и все эти бетонные конструкции разрушились. То есть дальше это уже, ну, чревато, да, уже ущербом не габионом, да, который можно, ну, там, как-то восстановить еще. А вот мосту, да, и вопрос... На котором могут находиться люди и автомобили в этот момент. Да, то есть, что дальше, да, вопрос. Или коммуникациям, да, которые, там, если труба повисает в воздухе, она может упасть, там, сломается эта конструкция, которая их держит, порвет трубы, ну, то есть, что дальше, да? Тогда смотри, у меня вот какой вопрос. Насколько я знаю, на обслуживании плотины и прочих вот этих вот всех гидросооружений выбирается подрядчик, да, на какой-то определенный период? Подрядчик выполняет указание комиссии по чрезвычайным происшествиям. Он не самовольно ведет. То есть, он не может вот играть этой плотиной, как ты говоришь? Смотри, указание дает комиссия, да, в которой, кстати говоря, как выяснилось, отсутствует специалист-гидролог, да, который, в принципе, может, там, прогнозировать какие-то... Нет такого специалиста в городе? Ну, я не знаю, почему, вот, как бы, это вопрос к администрации, да, ну, наверное, надо его туда завести, как минимум, да, чтобы завести такого специалиста, чтобы он действительно там не на предпосылках каких-то, да, или ему в заключениях действовало, а на действительно расчете на каком-то определенном опыте, да, на опыте, на статистике, опять же, да, половодии и знания, характеристики рек тех же самых, да, должен вести. И потом эта комиссия говорит как? У нас есть СНТ Гагарина, которые мы не допускаем подтопления СНТ Гагарина, поэтому вот мы, извините, СНТ Гагарин находится за плотиной, то есть туда, еще ниже по течению. И уровень воды ниже по течению регулируется не САТИСом, а МОКШИЙ. То есть, ну, словно говоря, вот есть уровень воды, да, где нижний уровень БЕФА, как они его называют гидрологи, да, он от МОКШИЙ зависит. Ну, это все очень сложно, вот у меня сходу не понять, какая река, какой участок топит. Да, когда ты вот начинаешь в этом разбираться, вроде бы кажется, что это вроде бы река, а на самом деле нет, это каскад. То есть, это каскад уровней воды, который нужно регулировать постоянно. И плотина не должна быть в двух положениях, там, открыта и закрыта. То есть, она должна быть постоянно двигаться, да, и этим должен управлять специалист. Ну, вот я слышала, да, аргумент, что если плотина будет постоянно двигаться, она сломается рано или поздно. Да, дальше нам начинают говорить, когда мы говорим, регулируйте, да, ну, держите какой-то уровень, там, не в нижней самой отметке, да, попытайтесь его где-то поймать в середине, да, и у вас и Санта-Гагарина сильно не затопит, потому что будет успевать уходить вода. И здесь не будет проблемы с высокими течениями, да, узкими руслами и так далее. Она говорит, нет, она может сломаться. Ну, подожди, мне кажется, что если ее еще постоянно регулировать, это какое-то прямо круглосуточное дежурство, это и стоимость контракта тогда в цене вырастет, потому что трудозатраты тут более высокие. Мы за что боремся, во-первых, да, то есть заэкономить на спичках, как говорится, да, но потом получить размытие опоры моста. А потом, понимаешь, вот последствия, да, у нас почистили реку, потратили на это какую-то там сумму областных средств. И появляется фотография, как человек у нас ходит по воде, понимаешь, то есть вот в момент, когда была спущена полностью река, человек пешком переходил русло сайте в самом широком его месте. Вопрос, откуда, да, там появился такой нанос, что человек пешком может ходить там. Это песок, который вымыло из-под габиона. Вот как только течение успокоилось, как только соровка ушла в более спокойное, ну, в широкое русло, тут же течение успокоилось, и весь песок там осел. То есть то, что потратили деньги на очистку, было пущено коту под хвост, как говорится, да, и вновь есть мелкость, да, есть мелкое русло, оно вновь будет заболачиваться, на нем вновь появится растительность, там, иловые отложения и так далее, и ситуация повторится. Хорошо, проблема понятна, решение. Какие варианты решения есть? Решение, я говорю, что нужно нормально регулировать специалистами, регулировать уровень реки, даже в половоде. Гидролог в комиссию. Гидролог и постоянное регулирование, то есть в соответствии с показателями, ежедневными показателями, то есть не один раз в неделю регулировать, да, там, заслонку. Вот, и, конечно, нужно ремонтировать плотину. Плотина не держит. Это сейчас есть, условно говоря, из лесов вода идет, да, там, ручьями, ключами и так далее, да, еще снег тает в лесу. Как только подпитка реки закончится, она просто уйдет, потому что даже при закрытой плотине она сифонит. И, ну, вы сами можете проехать на плотину и посмотреть это. И вот это вот, знаешь, утверждение, что мы его можем сломать постоянным, каждодневным регулированием, ну, значит, точно надо ремонтировать. Еще одна достаточно острая тема – это перерасчет в квитанциях за общедомовые нужды. Вот, давай обсудим эту ситуацию, потому что она действительно коснулась очень многих людей. Кому-то пришлось предусмотреть лишние 2, 3, 5, а то и 10 тысяч в своем бюджете, чтобы оплатить квитанции за ЖКХ. Вот тут в чем причина, потому что нужды действительно – это не личное потребление, да, это общее потребление, которое разделили на всех. То есть кто-то там не установил счетчики, за него платит сосед, это как-то, не знаю, не очень честно. Кто-то использует вот магниты, я слышала, да, потребляет много, за него платит сосед. Вот, казалось бы, понятно, что ресурс потрачен, за него нужно заплатить, но почему я должна платить за своего соседа? Нет, ну, хороший вопрос, почему я, да? Да. На самом деле, начнем с первого, да, то, что перерасчет сделали не все управляющие компании. Ну, сделал центр ЖКХ. Ну, да, почему это коснулось достаточно широкого круга людей и многих наших горожан, потому что это сделал центр ЖКХ в первую очередь. И как в прошлом году перерасчитали тепло, так в этом году перерасчитали воду и водоотведение, ну, и все, то есть и горячую, и холодную, и канализацию. Ну, получается так, что тут с двух сторон нет однонаправленного движения к некому, как бы, сотрудничеству, да. С одной стороны, управляющая компания перекладывает ответственность и финансовые, да, расходы на собственников жилья. Со словами, ну, вы же потребили, у вас солидарная ответственность за общедомовое имущество. Вот будьте добры, оплатите все вместе. Нам все равно, кто и как там у вас в доме расходует воду. Мы видим на общем счетчике вот такую сумму потребления. Вы заплатите, а там разберитесь, да, кто... Да, мы начислили вот столько-то ресурсов вам за год, вот на счетчике потребления такое, поэтому разницу мы на вас на всех пропорционально квадратным метрам разложили. И опять, как вот с мусором был вопрос, кто потребляет воду, кто потребляет ресурсы, квадратные метры или люди? Да, да. То есть я могу одна жить в трешке, а в однушке может жить пять человек. Ну, не честно же это. Вот. Ну, тут, как сказал мой коллега-депутат один, не буду называть его фамилию, он сказал, закон против честного человека. Ну, на самом деле, если ты честно платишь за свои счетчики и не условно воруешь ресурс, а это прям можно и так сказать, там, не ставишь магниты там или как-то там счетчики обманываешь, да, то для тебя вопрос большой, почему я должен платить за своего соседа. Ну, на самом деле, здесь следующее, да, от чего складывается потребление на общий домовой счетчик? Там три, на самом деле, возможных вариантов. Первое. В одной из квартир не стоит счетчик, ни один, допустим, и прописан один человек. И эта квартира платит по нормативу. А живет пять? Даже несмотря на там коэффициент повышающий, что нет счетчиков, есть повышающий коэффициент, и несмотря на это все равно платят по нормативу. Но живет там реально, там, условно, многодетная семья. К примеру, там, два родителя, три ребенка, и потребляют они как многодетная семья, соответственно, но нигде это не фиксируется, кроме как на общедомовом счетчике. Первая, значит, составляющая. Разница между нормативным потреблением и потреблением на счетчике. Второе. Кто-то решил сэкономить на холодной воде, да, для того, чтобы какие-то технологические работы свои выполнить. Не важно. Ставит магнит, у него потребления нет, управляющая компания ему в счет не записывает это потребление, но на общедомовом счетчике появляются эти квадрокубические метры. Потому что они все равно тратятся. Они все равно тратятся. Не одним, так и другим счетчикам они зафиксированы. Они все равно зафиксированы внутри дома. Эта вода вошла в дом и была там потреблена. Третий аспект работы самой управляющей компании. Например, произошла протечка или какая-то аварийная ситуация. Приходит сантехник или кому-то надо провести ремонт, нужно осушить стояк воды. Он приходит, сливает воду из стояка, а стояк за счетчиком внутри дома, и потом заново его наполняет. И так может раз от раза несколько квартир сразу или еще что-то повторяться несколько раз в год. Это точно может произойти. И эти кубические метры никем не были потреблены. Они были спущены то в подвал, то, может, на улицу вылеты. Но они, тем не менее, посчитались как потребленные. И никто этого не зафиксировал с точки зрения управляющей компании. Что пришел сантехник, он может вообще за деньги это сделать. То есть сантехника может позвать частным образом человек, спустить стояк. Мимо управляющей компании. Не дать ему денег и, не задумываясь, что эти кубические метры попадут на общедомовые нужды, слить, запустить заново систему. Вот, собственно говоря, отсюда и появляются эти кубические метры дополнительной воды. И, собственно говоря, и канализации водоотведения. Потому что, как я говорю, сумма горячей и холодной воды попадает в водоотведение, в тариф. И здесь нужна совместная работа. Совместная работа собственников. Потому что получается так, что соседи воруют у соседей, по большому счету. То есть тот человек, который пускает семью, прописанную один, а живет 4-5 человек. Или сдает квартиру кому-то, он, по сути, своих соседей, эти расходы вешает на своих соседей. Тот, кто делает ремонт и вызывает сантехник мимо управляющей компании, спускает стояк, он также вешает эти расходы на своих соседей. Ну, на себя тоже, но в меньшей степени. Тот, кто ставит магнит, он тем более ворует у своих соседей. Тут прямо воровство неприкрытое. Да, это просто воровство. Но при этом, понимаешь, воровство не у управляющей компании. Не у центра ЖКХ или у какой-либо другой. Воровство у своих соседей. И управление домом начинается не с квартиры. Многие считают, что моя собственность – это моя квартира. А то, что за дверью, это уже не мое. Нет. И позиции тут управляющей компании, я чем-то ее разделяю, что все вместе должны отвечать за весь дом в целом. Вместе взятый. За всю его инженерную инфраструктуру, за все его трубы, провода, стены, фасады и крышу. И крыльца, и двери в подъезд. Но создавать сообщество собственников, искать проблемы в своем доме, избирать совет дома, выбирать старшего, кто хочет и может этим заниматься. Самая главная мысль, почему это надо делать, потому что в конечном итоге это ваши расходы. Да, согласна. Если вы с ними не согласны, то это ваша же задача ими заниматься. Это ваше имущество. Когда есть совет дома, когда есть старший по дому, когда есть тотальный контроль за ее деятельностью, и есть желание исправлять ситуацию, и управляющая компания начинает работать по-другому. Они начинают разбираться. То есть, если есть ответственный человек, он идет к руководству управляющей компании, идет к главному инженеру, к начальнику участка, к руководителю сантехников, к сантехникам. И с каждым из них работает конкретно над минимизацией этих потерь, минимизацией этих издержек и выправлении ситуации в целом в доме. Раньше, насколько я знаю, ресурсоснабжающие организации, вот этот перерасход, он был за их счет, а сейчас его переложили какое-то время назад на жителей. Ну, вот он сейчас стал называться «общедомовые нужды», и вот через эти ОДН начали, по сути, вот все, что дом потребил, все и списывать. Собственно говоря, почему говорят, а зачем тогда нам квартирные счетчики, раз они нет? Ну, тогда вот будет вопрос, как с мусором. Будут на квадратные метры литры распределять. То есть, ну, насколько это правильно, да? Насколько это справедливо с точки зрения там пенсионеров и так далее? Да, ну, все-таки пока здесь учет идет, условно говоря, по человекам или по кубическим метрам, если есть счетчик. И важный момент, я его задавал директор Центра ЖКХ, когда он делал доклад на Городской Думе как раз про вот этот перерасчет. И были же, кстати говоря, возмущенные граждане, которые задавали вопросы, а почему это произошло и как, и на основании чего. Вопрос один. Вот когда был перерасчет за тепло, я задал вопрос, а можно ли делать перерасчет ежемесячно? Ну, то есть... Ну, чтобы сумма была не такой глобальной. Да, вы сделали его раз в год, понятно. Большая сумма, все испугались, у всех волосы дыбом, где я возьму лишние там 10 тысяч в месяц, чтобы взять и заплатить. Мне нужна рассрочка, там начались вот эти вопросы с рассрочками. Можно ли делать ежемесячный перерасчет? Ведь показания счетчиков ежемесячно снимаются, все их подают и так далее. То есть, ты видишь показания общедомового счетчика, все понятно. Директор Санкт-Петербурга подтвердил, есть такая возможность. Но решение должно быть принято советом дома. И опять все у нас упирается. Да, общим собранием. И оно должно быть собрано, и оно должно пройти. И этот вопрос должен быть обсужден и решен, что мы делаем так. Один дом делает раз в год, другой дом делает ежемесячно или раз в квартал. Но я в этот году ему задал вопрос, сколько домов обратилось к вам с такой просьбой, с таким собранием? Он сказал, ни одного. Но, собственно говоря, когда мы уже депутатами обсуждаем эту проблему, то есть для нас активность жителей в этом вопросе тоже важна. Потому что мы не собственники их имущества. Да, согласна. Городская дума не управляет их хозяйством. Хотите порядка, начните с себя. Ну, как-то, наверное, да, надо хотя бы чуть-чуть проявить здесь активность, потому что, ну, чужой дядя не будет заниматься вашим имуществом точно. Тема, к которой мы уже неоднократно с тобой обращались в этой программе, это строительство новой школы на улице Зорги. Мы снова к ней возвращаемся с тобой, потому что прошло выездное заседание комитета. Депутаты съездили, посмотрели, как работает новый подрядчик, как сдвинулось строительство, на каком оно этапе. Расскажи, пожалуйста, что сейчас там происходит, и есть ли перспективы у детей начать новый учебный год в новом здании. У меня есть одна, не знаю, стоит ли говорить в эфир, одна хорошая фраза такая. Я ее очень часто применяю и в своей работе, и в работе, где я вижу, что есть излишнее критиканство, например, со стороны кого-нибудь, что дураку полуработы не показывают. Вот точно скажу, что в строительстве, ну, наверное, хотя там не стройка идет, там идет отделочная работа, там внутренняя, да, уже отделка идет. Действительно, есть прогресс. Видно, что люди работают, но тут есть математика определенная, которая, ну, неумолима. Когда нам говорят, что на объекте работает 70 человек, если разделить на этих 70 человек количество квадратных метров этой школы, то у нас выйдет по 300 квадратов на человек. Вот, то есть, и предположить, что один человек за полгода отремонтирует 5 двухкомнатных квартир по 60 квадратных метров, ну, это так, условно, да, то есть, это тяжелый труд. Вот, и действительно большой объем работы. Но я не хочу быть вот тем самым дураком, которому показали полработы, и я начал какие-то выводы делать. Я вижу, что прогресс есть, и когда мы взяли график работ, которые там, собственно говоря, на площадке находятся, по которому они работают, стало понятно, что мы приехали в самый разгар, собственно говоря, практически всех этапов. То есть, либо что-то… Ну, в графике они. Сложно понять, понимаешь? Потому что когда нам говорят, мы сейчас ведем работы по вентиляции, слаботочным системам энергетики и, под прочим, подключениям, подключениям, проключениям и локальной вычислительной сети и так далее, ты не сможешь за каждый провод на таком большом объекте спросить, да, за каждый там рукав, трубопровод и так далее. Соответственно, дальше, как только это все закончится, должны быть смонтированы потолки, двери, напольное покрытие, там, я не знаю, первый ли это был слой краски или будет еще второй, то есть, там действительно уже окрашены стены, по крайней мере, они там, те штробы, которые были и видны, все заштукатурено, стены покрашены, и дальше вопрос только следующего этапа контроля, когда мы увидим, ну, я знаю, что они заканчиваются, в середине мая многие работы закончатся, ну, вот по этой части. И вот где-то в 20-х числа туда нужно ехать еще раз и уже проверять конкретно завершившийся этап. Ну, вы запланируете этот комитет? Ну, я сделал такое предложение на комитете по городскому хозяйству, комитет меня поддержал, мы действительно ближе к концу мая должны еще раз, ну, за месяц до окончания срока строительства, еще раз должны съездить и уже посмотреть на ситуацию, когда она должна, ну, как продвинуться, да, дальше, то есть это и двери должны уже появиться, и как-то, и потолки, и так далее, да. И тогда уже картина будет более полной. Тогда уже будет понятно, что ты, как бы, находишься, ну, на каком-то завершающем этапе. Но на самом деле работы там очень много. И я думаю, что до самого первого сентября там будут пахать, вот, по благоустройству, я надеюсь, что они сейчас уже начнут приступать. По крайней мере, геодезию они там уже делают то, что я увидел, да, то есть ходят люди с прибором и высотные отметки отмеряют, где, как должна происходить, ну, видимо, планировка территории должна произойти. То есть, соответственно, там озеленение, дорожки, брусчатка, асфальтирование, опять же, мафы, да, на территории школы, там, может быть, какой-то стадион должен быть. Вот, то есть все это должно вот в ближайшее время начать поставляться и выполняться. Посмотрим, как это будет, потому что, ну, пока работа идет. Вот, и где-то в середине непонятно. Ну, я думаю, что в конце мая, начале июня мы с тобой к этой теме вновь вернемся. Я думаю, если вы будете следить за нашими новостями, то мы обязательно об этом покажем и расскажем. На этом все. Увидимся на канале 16. Пока-пока. До свидания.